Казахстанцы с тревогой ждут 1 января. В новом году вступят в силу на отделов шине Малашума поправки в Трудовой кодекс. В этом документе, который обещает быть скандальным, принятым за рекорд на короткие сроки, появились статьи, которые позволяют работодателям без лишних церемоний попрощаться с сотрудниками. Нургалик Арабаев изучил закон трудовых отношений и расскажет о рисках, которые теперь должен учитывать каждый. 49-летний Ирлан Балтабай – опытный машинист нефтеперерабатывающего предприятия. 24 года своей жизни Ирлан посвятил работе. Но с тех пор, как был принят новый Трудовой кодекс, он потерял покой. Ирлан утверждает, что теперь и каждый может легко лишиться работы. Подсознательно человек будет превращаться в раба, в бессловесного раба, лишь бы его не уволили. Потому что у многих у нас есть кредиты. Если без работы останешься, кто будет оплачивать эти кредиты? Трудовой кодекс уже подписан президентом. Профсоюзы с опасением посматривают на документ. Ведь теперь у работодателя не 20, а целых 25 оснований для увольнения сотрудников. Лишиться дохода можно за отсутствие на рабочем месте в течение месяца без уважительных причин. За разглашение коммерческой тайны и по экономическим причинам. Это принципиально новая статья. Если дела у компании пойдут плохо, то оповестить сотрудника об увольнении руководство может всего за 15 дней. При этом компенсация выплачивается только за один месяц. Увольнение работников по экономическим основаниям сделана оговорка в Трудовом кодексе. Экономическое основание должно быть обосновано реальным сокращением подразделения, участка, цех, отдела. Либо отсутствием возможности предоставить другое рабочее место. В зоне риска в первую очередь окажутся низкоквалифицированные рабочие и инвалиды. А выпускникам вузов или колледжа теперь, как и другим, придется отрабатывать испытательный срок в три месяца. При этом рабочие, достигшие пенсионного возраста, станут первыми кандидатами на увольнение. Работодатели работники не придут к какому-либо соглашению, работодатели этого не страдают. Потому что на одно рабочее место хорошее 5-10 человек всегда находятся. От этого страдает работник. И он вынужден будет согласиться на те условия труда, которые ему навязал работодатель. Новый трудовой кодекс разработан для либерализации трудовых отношений. Экономический кризис лишь подстигнул народных избранников принять спорный документ в кратчайшие сроки. Нововведения освободят работодатели от бесконечных судебных процессов бывшими сотрудниками, которым часто удается оспорить увольнение и восстановиться на работе. Впрочем, возможно, именно эти нормы позволят продержаться бизнесом на плаву и все-таки пережить кризис.